А мы, соответственно, наша задача вести это до логического завершения и сделать так, чтобы это изнание действительно радовало читателей. Желаем вам долгих лет сил, здоровья, реализовывать ваши непокновенные идеи, замыслы в долгих лет. Спасибо. На основу всего еще хотела бы сказать о замечательных российских скульпторах, которые вместе с нами в Довольстве сделали немало просто шедевральных памятников. Это Михаил Владимирович Генеславец, он сегодня там в Министерской обороны у него там совещание, он возглавляет студию Грекова и, в общем, звонит в последний момент, очень послушается. Его памятники Достоевскому, это за Михаиловичу, значит, у Павловича Ершова. Следующий Винченко Сергей Григорьевич, значит, он памятник Олябьева, но мы его будем еще участвовать в середине марта, награждать премию Федора Ходюхова. А сегодня мы хотели бы вручить еще благодарственное послание, вот я уже говорил, Лушкин, у Михаила Реста еще, который не только замечательный Медельевый бюст сделал, но еще и бюст шейнер. Михаил Рест, дорогой, дорогой, быстрее, давай будем заканчивать. Дмитрий Александрович. Спасибо, дорогой. Ну и, значит, я уже говорил, что с Михаиловичем Микулиным много лет или десятилетий дружбы, значит, это тоже очень мощное дружеское плечо, и член политического совета, и, значит, ну, трудно бы перечислить те наши маленькие, большие победы, которые мы совместно сделали, но времени нет, надо передавать слово вам, я искренне, я благодарю, поздравляю и благодарственное послание. Спасибо. Спасибо, дорогие друзья. Значит, я тогда сразу перейду к церемонии нашей премии. Премия, это очень любит апреля Министовы, премия словес, везущая, за лучший художественный перевод с произведения лучшей литературы на целом международные языки. Я бы сюда хотел пригласить премию нашего Союза Писательной России. Я бы хотел сюда пригласить Геннадия Иванова, первого сегментаря правления Союза Писательной России. И председателя жюри премии, секретаря правления Союза Писательной России, Игорь Смолков. Дорогие друзья, прежде всего я хочу выразить необыкновенные какие-то чувства, все есть юбилеем этого фонда. Вы знаете, два раза в последнее время испытывал какой-то трепет. Это когда был в звездном городке, вот совсем недавно перед космонавтами, так сказать, как-то пришлось бы общаться с ними, читать стихи. И сегодня второй раз есть этот трепет. Дорогой Аркадий Григорьевич, Аркадий Григорьевич, Союз Писательной России с вами. Мы коротко будем. Дорогие друзья, я хочу объявить церемонию включения второсистской литературной премии Неполосимого Черезкова «Черовные странники» и премии «За лучшие художественные перевозки в арест-разующие листья» открыт. Будет предельно краток. Так, премии «Черовные странники» включаются в этом году восьмой раз. И за минувшее время «Аллея славы» премии Сергея Владимировича Николаевича Пискова прошло немало известных, знаменитых российских писателей. Вот пришли некоторые имена. Александр Параханов, Танислав Куняев, Владимир Бондаренко, Магомед Ахметов, Владимир Костров, Юрий Баляков, Валерий Галичев и многие другие. И вот «Аллея славы» сегодня ждет рождение новых лауреатов. На тем, что я говорю, что вы выбирали самую достоинность. И первым я хочу назвать имя замечательного современного писателя Сергея Шумбунова. Скажу несколько слов о его лауреатской книге. Писать воспоминания для того, чтобы они понравились читателям, чтобы они смогли увлечь, весьма непросто. Нужно, наверное, проявить предельную искреннесть, смелость, писать без оглядки на то, как посмотрят и что скажут. И плюс это должно быть подножено на талант и мастерство. Если говорить о Сергея Шумбунова, то все это присутствует в его должной степени. Его века память прозрачнее и чиста. Если следуешь за автором ее глубины, то вдруг видишь вокруг себя мелькает столетие 17-е, 15-е, 21-е. Так на матра ценовость история расстояния Москва, Урал, Сибирь, Дальний Восток. И ты следишь с удивлением за первооткрывателем и исследователем Арктики, Русановым. Ты не следуешь из гибель, из резака судьбы братьев Герасимов, с умилением слушаешь сказания о серебряной ложке. А язык, язык прозрачен, чист, как хрустальный родник. За такую речь не жалко отдать любую премию, поскольку у нас лишь одна премия. Спасибо очень легко. Мы получаем диплом этой премии Сергеевичу. Я просто тронул с вашими словами. Ну, замечательно, что это премия существует. Спасибо и Аркадию Григорьевичу за все подвижническое дело, которое осуществляется на наших глазах. Это просто бесценный вклад в существование самой нашей страны. Потому что без этого уже нет и нас. И, конечно, для меня высокая честь получить премию. Еще раз благодарю. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо за премию. Премия всегда приятная получает. Но всегда еще и такой стимул для того, чтобы писать дальше. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Слова эти предсказаны несключительно, и поэтому реально однажды появится в этой замечательной книге Владимир Владимировича в дискове, который напишет для нас вешал вину. Я объявляю в лавриата второй премии в номинации художественного проза Лушку Ильину Сергеевнушу. И для представления этого лавриата приглашаю на сцену Казинцева, нашего худестника Слова. Заместитель главного редактора Женова нашего Слова имени. АПЛОДИСМЕНТЫ Мне представляется символичным, что Елена Тулушева получает премию сразу после Сергея Шургунова. Поколение Шургунова сейчас на пике развития, а за ним след в след идет поколение 30-летних, которые так ярко и обаятельно представляют Елену Тулушеву. Она депутировала 5 лет назад, а сегодня литературная газета уже называет ее среди известных писателей. За 5 лет Елена опубликовала 3 книги и напечатала десятки рассказов в лучших журналах стадов, от нашего современника до нового мира. Каждая ее книга получала премию. На каждую книгу откликались рецензенты. Елене писали, Михаил Топовский, Роман Сенчин, Валентин Гурбатов, Сергей Есен, Андрей Рудалев. Ее произведения переведены на немецкий, итальянский, китайский, арабский и другие языки. А в русских вышла книга переводов ее рассказов на белорусский. В чем причина такого успеха? Ну, прежде всего, в темпераментно обозначенной гражданской позиции. Елена Тулушева много лет работала в центре помощи неблагополучным подросткам. И во многом стремление привлечь внимание к их судьбам, к их проблемам, и побудила ее писать. Но интересные и привлекательные и собственно художественные достоинства ее прозы. Это продуманность композиции, свободная от всего лишнего. Это драматичность сюжетов. Это динамичные диалоги. Это выразительные детали. И особо отмечу своеобразная манера повествования, которую я бы назвал ненаходимостью автора. В отличие от многих своих сверстников, которые очень любят покрасоваться в тексте. Поглядите, какой я талантливый, какой я гуманливый и так далее. Елена устраняется из текста и все внимание читателя привлекает героев и их проблемам. Это дает большой художественный эффект. Представление закончу словами романа Сенчина. Елена Тулушева пишет жесткую прозу и в то же время это тонкая истинно художественная фроза. Она не играет словами, смыслами, не играет в литературу. Она ее создает. Поздравляю! Елена! АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо большое. Я действительно самоустраняюсь. Надеюсь, что здесь было более заметно. Спасибо. Я очень тронута. Мне очень приятно. Действительно, мой литературный путь достаточно был коротким пока что. И мне очень приятно, что эта тема, эта тема, как я касаюсь, они не отвлекаются в сердцах читателей, а отвлекаются, наверное, в сердцах рули, потому что не хочется, чтобы об этом говорили. И на самом деле, дети это просто... Дети, подростки, просто одна ниша. На самом деле, что в большом счете, что они хватки людей, ну не в манере женской прозы, женщины, а в глобальном понимании слова «любой», то есть переживание, эмфатия, мне кажется, что это очень значимая тема. Спасибо. Надеюсь, что я достойный представитель нашего поколения, как разочарована, очень важно, когда-нибудь мы тоже станем хотя бы приблизительно так известно, как поколение на сегодняшний диплом, Роману Синчину и Захар Трееву. Спасибо большое. Дорогие друзья, прежде чем вручить диплом по поэзии, я предлагаю сейчас вспомнить о поэте Глебе Ярдовича Горбовского, которого сегодня от Федерса в Новом Горде, которого похоронили сегодня. Это прекрасный, выдающийся русский поэт. Давайте, минуты молчать. Ломинация поэзии, вторая премия присуждается Орлова Александра Владимировича за книгу «Стелков» и «Епифа». Первый его не исключили с этим, но вторая премия тоже значит, что вы обожаете. Для поздравления лауреата я приглашаю русского поэта Игоря Тюленина. Я вот хотел бы поздравить Александра Орлова для этой книги «Стелков» и знаю его и по пушкинскому правилам и на зал кроме здесь и «Орлова за ним сперл». И русские поэзы это все-таки мастерская Я художник, поэтому я не либерал. А еще два великого, еще любимого моего поэта, который по воспоминаниям Ольфа Эрвита и Якова Белаю, Сергея Исеньева. С одни дамы посвящен память в нашем современном. Прекрасно понимали, что он сейчас недавно говорит. Вот что говорил Исенья Эрвит. Георгий Маяковский. Знаешь, почему я поэт, а Маяковский так себе непонятная профессия. У меня родина есть, у меня есть Рязань. Я вышел оттуда, и какой-никакой, а приду туда же, по нему ничего, а вот он бродит с дорог, не знает, куда вкатнулся. Хочешь, добрый, дам тебе совет. Ищи родину. Найдешь, а не найдешь, все, как собаки под хвост, как суп под хвост, правильно, да. Вот поэтому Александр родину свою нашел. Это Смоленщина. Это его великий земляк Александр Твардовский. Ну, что я могу сказать? Приглашаем сюда Александр. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Добрый вечер. Вы знаете, мое знакомство с Смоленщиной, оно ведет, в общем-то, коррекцию, исток, самое детство. Когда я спросил у своего деда, по честь которого нас здесь не нашелся фамилию, откуда он мне сказал, Я ездил в Смоленщине, это было, насколько сказано, широко, и первый раз, уже спустя, лет 10 после смерти дедушки, я побывал в Смоленщине. Так случилось, я ехал с двумя своими дядями, мы везли крест на могилу моего двоюродного дяди, которого повесили фашисты в имени Блинки Новоспаски. Он был просто поменять старый на новый. И когда я ехал, смотрел, сначала в окно, ведь мы же часто воспринимаем Родину, когда просто смотрим на нее, да, смотрим из окна, смотрим по телевизору, смотрим на эти бескрайние просторы, как мы сегодня видели, вот в Тобольщину, да, там на Сибири, и, в общем-то, до конца не имеем представления о ней. И когда я посетил то, что осталось от нашего родового имения, которое граничило с именем Владовского, от него не осталось ничего. Когда прошелся по деревням, как родно, на фамилии моих родственников, живущих в Москве, под Москвой, Теркова, Лапина, меня это держало 12 лет. Все 12 лет я потихоньку писал стихи именно с Маринищиной, потому что сразу это все не давалось, потому что было связано с временем расплачивания. В Браде был расстрелян, 58-й статье, а детям он бил своего первого немца в 15 лет, в семье было 8 человек детей. И вообще вся эта судьба, которая так характерна для многих русских людей,